МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии телеканала Север Ольга Русл. Здравствуйте! В эфире программа «Законодатели» – программа о тех, кто принимает важные решения в интересах страны, региона и его жителей. Еженедельно в нашем эфире мы рассказываем вам о работе представителей Ненецкого автономного округа на федеральном уровне депутатского корпуса собраний депутатов Ненецкого автономного округа местных советов и в этом выпуске. Социальные выплаты, поддержка малого и среднего предпринимательства, развитие сельских территорий – темы, на которые обратили внимание депутаты собрания в ходе публичных слушаний об исполнении окружного бюджета в 2021 году. Денежная компенсация взамен жилья в аварийном доме будет предоставляться на новых условиях. Депутаты окружного собрания и представители профильного департамента рассмотрели этот вопрос на заседании комиссии по экономической политике и бюджету. Депутаты поддержали обращение в Государственную думу Российской Федерации о внесении изменений в федеральный закон о государственной поддержке предпринимательской деятельности в арктической зоне Российской Федерации. В Наринмаре прошли публичные слушания по исполнению окружного бюджета в 2020 году. Участие в обсуждении его параметров приняли представители государственных органов власти, институтов общественности, депутаты собрания Ненецкого автономного округа. В самом начале своего доклада об исполнении окружного бюджета в 2020 году первый заместитель руководителя Департамента финансов и экономики Сергей Михайлов отметил, что 2020 год был одним из самых тяжелых для экономики Ненецкого автономного округа. Выпадение доходов казны достигало порядка 28% по сравнению с 2019 годом. В 2020 году доходы бюджета составили около 22 миллиардов рублей, расходы порядка 23,5 миллиардов. Дефицит при этом полтора миллиарда рублей. Доля налоговых доходов в общем объеме окружного бюджета в прошлом году составила 46% и в основном была сформирована за счет поступления налогов на имущество и прибыль организации. Наибольший удельный вес в структуре Неналоговых доходов окружного бюджета составили доходы в виде доли прибыльной продукции Харьягинского СРП. Это 3 миллиарда 400 миллионов рублей, что в два раза меньше, чем в 2019 году. Выпадение доходов было обусловлено снижением цены на нефть. В 2020 году в окружной бюджет из федерального поступило около 8 миллиардов рублей в виде межбюджетных трансфертов. Одна из наиболее больших сумм федеральных денег была направлена на продолжение строительства дороги Нарьин-Марусинц. Что касается расходных обязательств в целом, то наибольшие удельный вес здесь составили расходы по разделам национальная экономика, образование, социальная политика, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение. Активное участие в обсуждении исполнения окружного бюджета приняли депутаты окружного собрания. Спикер регионального парламента отметил, что при всей сложности 2020 года была проведена большая работа с федеральным центром для возмещения части выпадающих доходов. В целом, конечно, без поддержки федерального центра нам бы не удалось. И те письма, которые писали мы, которые были в обращении ваших депутатов, Александр Ильич, они помогли. Мы получили два транша в сумме 1,9 млрд. Только дотация на выравнивание в связи с падением доходов. Мы получили в конце года 1,1 млрд бюджетного кредита под 0,1%, который у нас до июля этого года. И в связи с этим сэкономили расходы по обслуживанию госдолга. Мы не скатились в долговую яму. У нас нет ни рубля коммерческого кредита на 2021 год. Это тоже большое достижение нашей совместной работы. Традиционно бюджет Ненецкого автономного округа является социально ориентированным. В связи с выпадением значительной части доходов не изменился ли его социальный характер. Или нам удалось все-таки сохранить достойный уровень социальной поддержки в полной мере. Либо есть здесь какие-то вопросы, которые требуют вмешательства, в том числе и депутатов. Отвечая на вопрос спикера регионального парламента, главный финансист округа отметила. Наш бюджет окружной был и остается социально ориентированным. Все выплаты, которые были ранее установлены, они выплачены в срок. И даже не только сохранили имеющиеся выплаты, но даже их увеличили на 161 миллион рублей по сравнению с 2019 годом. Вице-спикер регионального парламента Максим Арбузов поинтересовался, имеется ли кредиторская задолженность по субсидиям по регулярным видам деятельности в сфере ЖКХ и транспорта. Татьяна Лагвиненко пояснила, что на начало года в окружном бюджете предусмотрено было только 70% средств от плана. Недостающую разницу добавили по частям в течение года и рассчитались полностью. Задолженности на конец года не было. Депутат Александр Чурсанов затронул тему поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в округе в связи с ограничительными мерами для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Что касается малого бизнеса, безусловно, такие меры поддержки, как отсрочки и реструктуризации действующих договоров, как микрозайма, так и лизинга, это наш центр развития бизнеса, дешевые льготные процентные ставки по займам, как раз за счет тех денег федеральных, которых мы получили в прошлом году, по 2% минимальной процентной ставки. Это снижены арендные платы по арендуемому имуществу, это меры, такие как новая субсидия на возмещение жилищно-коммунальных услуг для организаций из наиболее пострадавших отраслей. Кроме того, была увеличена субсидия по аренде для социальных предпринимательств. Депутат Наталья Кордакова в ходе слушания подняла вопрос о необходимости скорейшей разработки программы по комплексному развитию сельских территорий и привлечению федеральных средств. В настоящее время эта тема находится на контроле Департамента природных ресурсов, экологии, агропромышленного комплекса Ненецкого округа. Мы абсолютно поддерживаем идею, что нужно совместно за полярным районом сделать по каждому населенному пункту ту модель, к которой мы бы хотели прийти через несколько лет. Безусловно, силами департамента, силами специалистов в области АПК этого результата не добиться. Тут нужно межведомственное взаимодействие, это департамент строительства, здравоохранения, цифры с точки зрения цифровизации, подведения связи. И для того, чтобы эту работу регламентировать и сделать более эффективной, в начале года у нас в ручном режиме Юрий Васильевич Бездудный провел установочное совещание, где призвал ответственно отнестись. В принципе, это и помогло нам эти заявки сгенерировать. Резюмируя вопросы, прозвучавшие в ходе публичных слушаний об исполнении окружного бюджета в 2020 году, спикер регионального парламента обратился к текущему периоду, который также не обещает быть простым. Анализ года 2020 предполагает, что задачи на последующий период. И вот буквально в июле мы начинаем работу на последующий бюджет. Рассмотрели повестку предстоящей сессии. В окружном парламенте состоялось заседание фракции «Единая Россия» под председательством Максима Арбузова. Напомню, очередная сессия собрания депутатов состоится 20 мая. На заседании фракции партия «Единая Россия» собрания депутатов Ненинского округа, помимо членов фракции, присутствовали губернатор региона Юрий Бездудный и его заместитель по внутренней политике Николай Миронов. Было рассмотрено 13 вопросов. Есть интересные вопросы. Например, законопроект, внесенный избирательной комиссией, то есть это приведение в соответствии с федеральным законодательством нашего регионального избирательного законодательства, другой вопрос касается градостроительной политики. Там предусматривается внесение в нормативы города, региональные нормативы изменений, касающихся минимального необходимого количества парковочных мест у строящихся сооружений и минимальной, например, необходимой площади озеленения. Также на предстоящей сессии парламентарии рассмотрят законопроект о молодежной политике. Его планируется принять в первом и во втором чтении. Следующий законопроект, который я бы хотел отдельно отметить, это инициатива фракции «Единая Россия». Это законодательная инициатива, касающаяся закона о развитии предпринимательства в арктическом регионе. То есть предлагается расширить круг юридических лиц, которые могут стать резинентами арктической зоны и пользоваться налоговыми преференциями. Заседание очередной сессии собрания депутатов Ненинского автономного округа будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Север» 20 мая. Начало трансляции в 10 часов утра. Денежная компенсация взамен жилья в аварийном доме будет предоставляться на новых условиях. Депутаты окружного собрания и представители профильного департамента рассмотрели этот вопрос на заседании комиссии по экономической политике и бюджету. Это обусловлено изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Российской Федерации в конце 2019 года. Разработка законопроекта связана с необходимостью приведения регионального закона в соответствии с федеральным законодательством. В частности, федеральным законом предусмотрено, что органы государственной власти субъекта Российской Федерации вправе устанавливать для собственников жилых помещений в аварийных домах дополнительные меры поддержки при условии, что на дату признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции у них отсутствуют иные жилые помещения, пригодные для постоянного проживания, находящиеся в их собственности, либо занимаемые на условиях социального найма или по договору найма жилого помещения Жилищного фонда социального использования. Раньше можно было компенсационную выплату использовать при наличии в собственности иного жилого помещения на любые цели, то теперь мы в соответствии с Жилищным кодексом можем дать компенсационную выплату только если отсутствует жилье и только для приобретения им жилого помещения. В действующей редакции окружного закона предусмотрена возможность получить компенсацию всем собственникам освобождаемых помещений в аварийном доме, независимо от наличия в их собственности иного жилья. Данный законопроект, с учетом того, что он обратной силы, ну как бы закон обратной силы не имеет, и норма-то звучит о том, что дополнительные меры поддержки, что на дату признания многоквартирного дома аварийной и подлежащего сносу у них отсутствуют иные жилые помещения. То есть в данном случае, если юридически, то у нас закон обратной силы не имеет. То есть те граждане, которые сейчас стоят в очереди, те, по которым уже было принято решение о признании дома аварийным, на них эта норма не распространяется. Также предусмотрены в настоящее время условия получения компенсационной выплаты. Дополняются еще двумя позициями. Во-первых, необходимо, чтобы у собственника освобождаемого помещения на дату признания дома аварийным отсутствовало иное жилое помещение, пригодное для постоянного проживания и находящееся в его собственности. Во-вторых, гражданин должен получить право собственности на жилое помещение в доме до признания его аварийным, за исключением граждан права собственности, у которых в отношении таких жилых помещений возникло в порядке наследования. Закон округа был приостановлен в связи с теми трудностями, с которыми столкнулся бюджет округа. И буквально недавно было дано поручение губернатора Нинецкого округа о возобновлении его действия. Те ограничения, которые ввел совсем недавно жилищный кодекс, также коснутся тех граждан, которые состоят на учете на получение таких компенсационных выплат. Граждане, которые приобрели жилое помещение в многоквартирном доме после признания его аварийным, имеют право на выплату возмещения за взымаемое жилое помещение, предусмотренного жилищным кодексом Российской Федерации. Размер возмещения не может превышать стоимость приобретения такого жилого помещения, а также граждане не смогут претендовать на предоставленные им компенсационные выплаты, предусмотренные окружным законом. Таким образом, федеральным законодательством предусматриваются изменения, согласно которым компенсационные выплаты замена аварийного жилья будут предоставляться только в целях приобретения иного жилого помещения. Прежде всего, собрания депутатов преследуется одна цель – это максимально защитить права тех граждан, которые уже приняты на учет. То есть, здесь разработчику дано поручение предусмотреть переходные положения о том, что все ограничения, которые вновь будут вводиться в закон округа, мы не будем распространять на тех граждан, которые встали на учет, либо те, которые проживают в аварийных домах, признанных аварийными до вступления изменений в жилищный кодекс. А это 28 декабря 2019 года. Добавлю, в настоящее время на учете для получения компенсации числятся 184 собственника, в том числе 39 имеющих первоочередное право. Изменения в окружной закон о молодежной политике в Ненецком округе рассмотрели на заседании комиссии по вопросам образования, культуры и спорта. Это связано с приведением закона округа о государственной молодежной политике в Ненецком автономном округе в соответствии с федеральным законодательством. Федеральный закон о молодежной политике впервые был принят только в декабре прошлого года. В частности, сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории молодежи. От 14 до 35 лет включительно. Это позволит большему количеству граждан получать меры господдержки, предназначенные для молодых, а также участвовать в молодежных программах, проектах, грантах разных уровней. Кроме того, прописаны субъекты, осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики. Цели, принципы, основные направления молодежной политики. Их реализация будет осуществляться с учетом социальных потребностей молодежи, национальных традиций территорий соответствующих регионов. В том числе в рамках государственных программ, федеральных целевых программ, государственных программ, субъектов, муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по поддержке молодежи, молодых семей, молодежных общественных объединений. Дополнительные денежные средства из окружного бюджета необходим для реализации законопроекта не потребуется. Хочу сказать даже, что наш подружный закон в некотором части немножко шире, чем федеральный. Но это все равно требует определенных изменений. Заключение у нас с экспертного права управления собрания депутатов на проект подружного закона мы получили, изучили, будем дорабатывать с учетом поступившихся предложений и замечаний. Комитету представим доработанный проект. В ходе обсуждения депутаты обратили внимание на необходимость внесения уточнений в отдельные статьи согласно положениям федерального закона, а также внесения необходимых изменений и в другие законы округа, касающиеся реализации молодежной политики. В том числе установление мер поддержки отдельным категориям молодых граждан, молодых семей, молодых специалистов. Строительство нового здания котельной, состояние тепловых сетей. Эти вопросы в ходе выездного совещания на объекты по КТС обсудили с руководителем предприятий депутаты различного уровня представительной власти в регионе. На сегодняшний день дела у самого крупного муниципального предприятия Наринмара обстоят не самым лучшим образом. Наиболее остро стоит вопрос по 14-й котельной, которая снабжает теплом большое количество жилых домов и социальных объектов. Здесь требуется обновить как помещение, так и материально-техническую базу. Проект нового здания котельной, которое планируется оснастить новым современным оборудованием, уже готов. Мы сейчас вот его буквально сегодня отправили на достоверность сметной документации в нашу экспертизу. А так, экспертизу промбезопасности этот проект прошел. И значит, в том проекте здесь у нас будут теплообменники стоять, а новые котлы, модуль будет во дворе, рядом с этим зданием. Основное препятствие для реализации строительства – отсутствие финансирования. Цена вопроса – порядка 50 миллионов рублей. Без окружной федеральной поддержки здесь не обойтись. Здесь нам нужна или 60 плюс программа. Если процент износа 60%, они могут войти, мы можем войти в федеральную программу и поучаствовать в ней. Но в этой программе написано, что дотационные субъекты, субъекты, у которых бюджетно обеспечен больше единицы, они не могут участия принимать в этих программах. А у нас больше единицы бюджетной обеспеченности. Опять мы не можем. Хотя мы Арктика, мы обособленный объект с точки зрения территории. Поэтому здесь мы договорились. Сейчас мы отработаем с департаментом. Мы выйдем на нашего комитета, я попрошу комитет, выйдем на председателя правительства с тем, чтобы все-таки посмотреть вот эти программы. Ситуация усугубляется тем, что средства, поступающие на счета предприятия, списываются в счет долгов. Но механизм решения проблемы есть. На предыдущей сессии мы 30 миллионов, которые предполагалось заложить на это, сняли для того, чтобы за вот это время до сессии, которая у нас состоится в июне, они проработали механизм, как эти деньги правильно использовать, чтобы их не потерять. Механизм у них готов. Соответственно, не на этой сессии, а на июньской мы будем его рассматривать и возвращать деньги, которые были сняты из резерва на эти мероприятия. Несмотря на то, что деньги будут возвращены на июньской сессии, они уже начали работать, договорились о заливке фундамента, нашли поставщика, который готов сделать модульное здание котельной. Также в ходе выездного совещания директор ПКТС рассказал о программе модернизации предприятия на ближайшие пять лет. В частности, речь шла обо всех котельных, которые планируются перевести в автоматизированный режим работы. «Это в первую очередь 14-я котельная, там 13-я, ну и все котельные, которые работают с операторами. Их у нас семь, их нужно автоматизировать. Это, во-первых, экономия ресурсов будет, экономия трудозатрат, потому что операторы это где-то 2-2,5 миллиона в год заработная плата. Операторы у нас все такие пожилые. То есть, если какие-то произойдут сокращения, это все будет безболезненно». По итогам совещания участники обменялись предложениями по выходу из сложившейся ситуации, а также наметили дальнейший план действий. В собрании депутатов Ненецкого автономного округа состоялось заседание постоянной парламентской комиссии по вопросам государственного устройства и местного самоуправления под председательством депутата Александра Чурсанова. Участие в заседании комиссии принял вновь избранный председатель окружно-избирательной комиссии Иван Макаров. Накануне его кандидатуру поддержали большинство членов избиркома. «Впереди большие задачи, серьезная работа. У нас очень крупная, серьезная, ответственная федеральная избирательная компания. Кроме того, на территории нашего региона совмещены муниципальные выборы в пяти муниципальных образованиях, семь серьезных избирательных компаний. Достаточно большое количество тоже и в том числе дополнительные выборы депутата в административном центре в городском округе, в том числе выборы двух глав в муниципальных образованиях. Поэтому работа объемная и будем вместе трудиться». Также депутаты поддержали обращение в Государственную Думу Российской Федерации о внесении изменений в федеральный закон о государственной поддержке предпринимательской деятельности в арктической зоне Российской Федерации. Дополнив перечень организаций, которые могут быть признаны резидентами арктической зоны, общинами КМНС, сельскохозяйственными потребкооперативами и организациями потребительской кооперации при условии осуществления ими предпринимательской деятельности. Ранее в марте и апреле этого года парламентарии Северо-Запада поддержали данное обращение в правительство Российской Федерации на двух комитетах ПАССР. Напомним, в соответствии с федеральным законом о господдержке предпринимательской деятельности в арктической зоне Российской Федерации резидентом арктической зоны может стать индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, которые заключили соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктике. При этом резидент должен соответствовать критериям, планирует реализовывать новый проект или новый для него вид деятельности, осуществлять заявленную предпринимательскую деятельность на территории муниципалитета, где он зарегистрирован. И общий объем инвестиций должен быть не менее 1 миллиона рублей. Как пояснила Наталья Кордакова, преференции, предусмотренные федеральным законодательством, не распространяются на некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность на арктических территориях. Речь идет об организациях потребительской кооперации на селе и общинах коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, отметила депутат. При этом данные некоммерческие организации несут серьезную социальную нагрузку, реализуют инвестиционные мероприятия, направленные на расширение предоставляемых услуг и их доступности для населения, улучшение их качества. Общины КМНС также реализуют инвестпроекты, направленные на сохранение и развитие традиционных видов деятельности, прежде всего оленеводства, что также требует серьезных вложений. В окружном собрании депутатов обсудили эффективность реализации государственных программ Ненецкого автономного округа в 2020 году. Вопрос рассмотрен на заседании комиссии по экономической политике и бюджету под председательством депутата Натальи Кордаковой. Сводный годовой доклад о ходе реализации об оценке эффективности госпрограмм округа представила заместитель губернатора, руководитель Департамента финансов и экономики Татьяна Лагвиненко. В 2020 году в общих расходах окружного бюджета доля программного бюджета составила 98,7%. В прошлом году осуществлялось финансирование 26 государственных программ. Отметим, что национальные проекты были интегрированы в госпрограммы. Исполнение по ним составило почти 6 миллиардов рублей. В 2020 году более 10 миллиардов рублей от общего объема финансирования государственных программ округа было направлено на развитие социальной сферы, на развитие транспортной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения доступного и комфортного жилья, строительства, формирования современной городской среды направлено около 9 миллиардов. По итогам реализации государственных программ за 2020 год 6 программ характеризуются высоким уровнем эффективности. 12 исполнены со средним уровнем эффективности и 7 с удовлетворительным уровнем эффективности. В ходе обсуждения депутаты рекомендовали органам власти более тщательно подходить к планированию показателей программ, а ответственным исполнителям уточнять расчеты целевых показателей на перспективу, а также своевременно перераспределять средства экономии для их использования в рамках иных мероприятий, нуждающихся в дополнительном финансировании. Особое внимание парламентарии обратили на выполнение программы обеспечения достойным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненисском автономном округе. Как отметила председатель комиссии Наталья Кордакова, это один из самых острых вопросов, с которым к депутатам обращаются жители округа. В этой связи Департаменту строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта рекомендовано до 16 июня представить информацию по каждому строящемуся многоквартирному дому в городе и поселке Искателей с указанием количества квартир и объемов оставшихся работ по завершению строек. Еще один серьезный вопрос – содействие занятости населения. Председатель окружного собрания Александр Лутовинов подчеркнул, что необходимо усиливать работу с работодателями по первоочередному устройству на работу местных жителей, в том числе на селе. Спикер регионального парламента также отметил, что на региональном уровне принимаются необходимые нормативные правовые акты и разработка дополнительных механизмов по трудоустройству отдельных категорий граждан будет продолжена. Каждую среду депутаты «Единороссы» традиционно проводят прием жителей округа в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Как показывает практика, такие диалоги с избирателями бывают разными. Большинство вопросов удается решить сразу, другие требуют времени. В прошлом месяце было коллективное обращение представителей медицинского сообщества Менинского автономного округа. Оно касалось выплат по временной нетрудоспособности по беременности и по больничным. После этого было бурное обсуждение и на уровне нашей фракции и среди других депутатов. Также представители медицинского сообщества обращались не только ко мне, но и к другим депутатам фракции «Единая Россия». Двоих я знаю, кому точно они обращались. И в результате вопрос был лишен положительным на последней сессии. 19 мая прием граждан провел Анатолий Курленко, а 26 мая прием проведет Наталья Кордакова. Часы приема с 14 до 17. Действует предварительная запись. Если у гражданина какая-то есть проблема, вопрос, или он хочет получить разъяснение, то он может прийти в приемную Дмитрия Анатольевича Медведева в КДЦ «Арктика». Желательно предварительно записаться по телефону 2.16.90, либо прислать свой запрос на электронную почту opsobakanau.er.ru. Телефон и электронный адрес вы видите на своих экранах. На сегодня это все. Встретимся через неделю, 26 мая, в эфире программы «Законодатели». Субтитры создавал DimaTorzok